Привет, Ульма и красота Улила Пулю на свой новый влог. Я приехала Саню забирать с электрички, опять с романтики. Сейчас знаете, куда пойдем с вами? У меня много времени, еще 20 минут. И мы пойдем с вами в фикс прайс, хочу посмотреть, что там. И мне надо влажные салфетки, сухие салфетки, целую кучу взять, туалетную бумагу, наверное, даже. Так больше ничего брать не буду, но вам покажу, что есть. Не буду, потому что, девочки, я сейчас вообще в таком подвешенном состоянии. У нас перемены в работе, такие серьезные. Мы не знаем, где мы будем вообще. Здесь останемся или мы куда-то уедем. Короче, жопа полная. Нет смысла сейчас вообще что-то брать, даже если сильно захочется. Ну, если только на будущее. Видите, какие веночки появились, декоративные. Лето-ветки просто. Красиво. В школу принадлежности, смотрите, клей 69, краски есть. Мягкие восковый пластилин, бложки, карандаши, подсменку. Смотрите, здесь в садовых принадлежностях есть такие поддоны, стоят по 40 рублей. И он идет с крышкой, с прозрачной. Очень многие, я видела просто в контакте, что очень многие их выбирают для того, чтобы делать органайзеры для носочков, трусиков и мисков. Причем, знаете, как они делают? Они берут эти поддоны. Потом здесь есть горшочек для рассады. Вот так вот помещают. Тут как раз два помещаются. И туда складывают носочки и трусики. Пожалуйста. Вот вам идея. Врет ребенок, которому лет 7. Что у нас тут есть? Свечки. Свечки вкусные. Свечки можно взять. Вот это детское мыло. Очень классно подходит, как пена для ванны. Пенится отлично. Дезинфицирующие салфетки. Они сейчас по 116 рублей. Но они стоят своих денег. И взяла вот эти 140 штук. Вообще, я сюда пришла вот за эту вещь. Стоит у нас 79 рублей, девочки. Идеально белая ванная. Ржавчину удаляет на уран. По поводу свисткового налета не могу сказать, что это круто удаляется. Нет, Фаберлик намного лучше. Но по поводу ржавчины ему нет равных. Дети готовятся к школе. Закупаются. Клейка ват, пожалуйста. Ручки. Я не знаю, может на зоне выгоднее. Ну, тут все есть вроде бы. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть диски многоразовые. Косметические. Экологичная альтернатива одноразовым ватным дискам. 7 штук. Биаметр. Короче, их можно мыть. У них разных цветов. Есть даже розовые. Да кто-нибудь выведите этого ребенка. У меня уже голова разболелась, если честно. А так вообще тут ничего. Потому что пустые полки. Может, разобрали все. Очень понравились вот эти диски для мусия посуды. Реально крутая вещь. И вот эти наждачки тоже очень крутые. Боже, какие-то вкусные чипсы кокосовые. Саня давно из нее возьму пару пальчиков. Он у нас почти на попе. Но все равно позволяет себе чуть-чуть. Так, опять привезли эти кружки. Классные. У меня есть, правда, это кривая какая-то. Ну так, очень крутые кружки. Я свои обожаю. Девчули, мои красотули, настало время мужского аромабокса. Если вам уже за 35, и вашему мужчине тоже за 35, очень рекомендую немножко поностальгировать и заказать номер 8 аромабокс топ ароматов 8. Топ 8 ароматов для него. Сайт-рандеву, как обычно, скидки до 50%. Пожалуйста, мой промокод на 10%, который сумерится со всеми акциями и скидками при покупке от 2,5 тысяч рублей. Так что, что за такой аромабокс? Подборка огонь. Потому что практически все эти ароматы были либо у моего папы, либо у моего мужа, либо у моего дяди. Короче, эти ароматы были у всех мужиков. И пахли они все одинаково. Сейчас, конечно, разнообразия больше. Но на тот момент, где-то до 2015 года, с 2000-х начинаем, эти ароматы были у всех мужчин. И они все, абсолютно все, безумно приятные, сексуальные. Короче, после одного аромата я прям, мне кажется, даже была влюбилась в одного парня. Потому что от него так вкусно пахло. Я просто, я как обеечка, понимаете? И вы сейчас точно узнаете большинство из этих ароматов. Армев, кстати, выделяется среди этого аромабокса, потому что, естественно, не было тогда его. Но это приятный аромат. Очень классный мужской, такой брутальный, вечерний. Он, я не знаю, такой, знаете, секси-брутал, брюнета. Вот я вижу в черной рубашке. Вообще капец. Девочки, следующий аромат, от которого я как раз-таки чуть не влюбилась, это был Живанши Пурфен. Живанши очень свежий. Такой, знаете, морозный воздух морской такой. Это просто закачаться, очень приятный. И есть в нем такие сексуальные нотки, что прям будоражит все внутри. Следующий это Эрмес Терри Зе Эрмес Мэн. Аромат очень терпкий, древесный, на любителя, но очень приятный. Не все мужчины смогут его носить. Наверное, такие пацанчики вот не смогут. Какие-нибудь блондинчики. Нет. Это тоже аромат такой статусный, но очень приятный. И как раз-таки для деловых людей вообще подойдет идеально. Кинзо был, наверное, у всех вообще. Это свежий цитрус, лимон такой. Иногда он мне напоминает освежитель воздуха лимонный для туалета. Но это первое впечатление, когда только мужчина наносит. Но потом он ложится на кожу, и это свежайший цитрус, который очень приятный, притягательный. Ла Ли Кью Эн Кри Нуар Мэн. Это тоже древесный, немножко табачный такой, с мускусом. Он прям вечерний, и я бы даже сказала, он зимний аромат, но безумно сексуальный. Тоже для брутальных мужчин, для деловых мужчин, которые хотят произвести впечатление. Я бы на свиданку... Вот если бы я была мужиком, я бы на все свидания его одевала, потому что он очень такой мужественный. Мон Бланк Эксплорер. Это очень легкий аромат с ванилью, и если честно, я бы его даже отнесла к ароматам унисекса, потому что я бы его носила с удовольствием. Очень приятный ваниль, чуть-чуть с терпкой ноткой, но закачаться можно в сексе. Пока Рабана One Million. Я не знаю, кто не знает этот аромат, но у моего мужа он был, у всех моих друзей мужиков был, и было, конечно, прикольно приходить, когда только гремело во всех журналах Космополитена. Этот Пакарабан, у меня, кстати, женская версия есть, в двух экземплярах разных. Так вот, приходишь куда-то в компанию, и все мужики одинаково пахнут, потому что он был безумно популярный. Это хороший такой цветочный мужской аромат с древесными нотками, немного такой освежающий, но безумно притягательный. И, конечно же, мой самый любимый аромат среди мужских парфюмов. У моего мужа есть и 30 мл, и 100 мл, и я обожаю, когда от него так пахнет, он сам кайфует от этого аромата. Это Versace Oh French Man. Аромат, который у него будет всегда, потому что я хочу, чтобы от него летом, весной, осенью и даже зимой. Когда мой муж наносит этот аромат, и вообще этот аромат я услышала на другом мужчине когда-то давно, и я поняла, что это мой самый любимый мужской аромат. Еще, конечно, Айзенберг я люблю, но Versace не сравнится ни с чем, потому что это запах самого лучшего мужчины на земле. Вот так я могу его характеризовать. Очень легкий, очень свежий, очень приятный. Так что, девчонки, хотите, чтобы ваш мужчина пахл? Благоухал, так сказать. Очень круто, очень рекомендую номер восемь для него. Ссылка будет в описании. Ох, девочки, какую мне красоту привезли. Сижу, работаю, тут с ДЭК. Говорит, здравствуйте, Татьяна. Вы не могли бы принять посылку? Я, конечно. Посмотрите. Кабаре Double Extension. Дальше можно умножить от Vivienne Sabo. Знаете, что там? Я сейчас сама не знаю. Мне интересно. Тут такая красивая... Ничего себе! Тут золото лежит, бриллианты. Посмотрите, какая классная коробка. Та-да-да-дам! Так. Так. Девочки, вы знаете, что ты, по ходу дела, новая тушь, да? Маскара с базой. Двойная. А давайте-ка сейчас распакуем. С одной стороны у нас кисть с чем-то белым. Ну, это база. Ну, а с другой стороны обычно щетка Кабаре и тушь, наверное, Кабаре. Это будет просто мега объем. Я, короче, поработала сегодня целый день. Девочки, только встала из-за компа, собралась, помыла голову, собралась и пойду сейчас в гости. И знаете, что? Я же думала, у меня закончились почти. Что надо заказывать? Я у себя в комоде нашла целую пачку моих любимых отбеливающих полосок от RIGEL. У меня заканчивается моя мини-пачка. Вот это 28 полосок, а мини-пачка 14 полосок. Чтобы отбелить зубки, чтобы они были красивые, чистые, здоровые, RIGEL полоски очень хорошо в этом помогают. Во-первых, они убирают зубной налет, предотвращают образование бактерий и дальнейшее их размножение. Они не дают зубному камню образовываться. Зубы после первого же применения становятся на несколько тонов белее. И причем они не содержат ни перекиси водорода, ни карбамида. У них есть запатентованный компонент EUR-HC, который высвобождает активный кислород. И за счет этого эмаль зубов становится белее. Вот это вот старый формат. Смотрите, у меня тут целая коробочка. И я вам уже показывала новый формат. Полоски выглядят вот так. Ницпре голубые. Очень легко брать в сумочку с собой. Беру везде, потому что они имеют приятный мятный вкус и очень хорошо освежают дыхание. Причем надолго. Их просто стоит налепить. Я как раз иду в гости и собираюсь это сделать. Потому что я уже накрашена, и почистить зубы как бы не хочется портить макияж. Я беру их с собой в машину, в сумочку, везде. Нужно взять полоску, просто налепить на зубы, загнуть. И через 15 минут гель растворится. Ничего не надо сплевывать. Очень приятное дыхание, очень приятно во рту, мятно. Вот так. И все. Полоска вообще никак не мешает. Можно разговаривать по телефону и вообще разговаривать. Она будет растворяться и, конечно же, отбеливать зубы. Чтобы пройти курс, нужно две упаковки. И у них сейчас акция. Три упаковки по цене одной. Поэтому спешите. Количество упаковок ограничено. Если вы хотите иметь красивые белые зубы, всегда свежее дыхание и без зубного камня, то, конечно же, заказывайте их. Тем более, такая приятная цена. Ну и, конечно же, для того, чтобы поддерживать на постоянной основе, ими можно пользоваться на постоянной основе, можете использовать вот такую упаковку из 14 полосок. И они, между прочим, произведены по высочайшим европейским стандартам. Поэтому их можно использовать везде, всегда и абсолютно безопасно. И, кстати, бренд улучшил формулу полосок. Теперь они еще более эффективны. И на Валберис и Озон есть специальная цена для тех, кто хочет попробовать одну упаковку. Но таких упаковок тоже ограничено количество. Поэтому я вам ссылку оставлю в описании. Девочки, это моя любимая вещь. Это неотъемлемая часть моей жизни. Так же, как и помада, как и тушь. Обожаю эти полоски. И у меня свежее дыхание и поле белой зуба. Девчули, я не могу вам этого не показать. Ровно 100 тысяч подписчиков. Давно у меня слез не было. Спасибо всем огромное. Спасибо всем огромное, кто со мной с давних времен. Я уже не знаю, сколько я лет веду этот канал. Пытаюсь для вас быть интересной и полезной. Может быть, чуточку полезной. Многие от меня взяли приветульки. Я знаю, что очень много, кто так говорит приветульки, красотульки. Я очень старалась для вас всегда. И, надеюсь, буду стараться в дальнейшем. Но эта цифра была для меня очень сильно важна. Я могла снимать бесполезные видео, какие-нибудь там, как девчонки набирают подписчиков за счет фикс-прайса, постоянно сидя на фикс-прайсе. Но это все-таки был не мой формат. Я даже ушла от бьюти в лайфстайл, в эту влоговую стезю, которая, мне кажется, намного больше интересна и полезна зрителям. Не знаю, буду ли я менять когда-то формат своего блога, но, судя по многолетнему опыту, влоги интереснее всего и полезнее всего. Да, я, может, не помню, в каком, что я видео показывала. Не могу вам дать ссылки на то видео, где я это показывала, потому что я сама не помню, в каком именно это видео было. И я знаю, как много вас ждало, чтобы у меня было наконец-то 100 тысяч подписчиков. Я ни у кого не закупала рекламу, хотя могла это делать и нагонять себе подписчиков на канал, но для меня что было важно всегда, чтобы не было подписчиков, которые бы просто висели мертвым грузом, и чтобы у меня не было там колоссального количества подписчиков и просмотров там 5-7 тысяч, при наличии подписчиков там под 300 тысяч. Поэтому я продолжу для вас снимать, продолжу стараться, радовать вас, приносить вам хорошее настроение, улыбки, какую-то полезную информацию. Мне перед вами ни за что не стыдно, и никогда у вас ни у кого ничего не просило, тем более денег не просило. Веду себе тихонечко в свое удовольствие, в свое хобби, введу, и вот привела к 100 тысячам. Жалую, что, конечно, кнопку я пока что не получу из-за санкций, но ничего страшного, для меня важна не кнопка, а на самом деле все вы. Пополи Красотули, мы с вами приехали, сегодня выходной, у нас второй, и мы приехали в торговый центр, давно здесь не были, наверное, два года, Европолис. Раньше он был золотой Вавилон, и мы решили что-нибудь себе да прикупить. Не знаю, что, сейчас будем ходить с вами смотреть, может, кому-то что-то понравится. Ну, людей здесь немного. Ну, утро, мы прям приехали сейчас 11 утра, мы изначально идем в Нью-Йоркер, потому что в Нью-Йоркере я люблю одежду Нью-Йоркер. Так, что у нас тут есть, смотрите, новые сумочки появились. Красиво? Ничего так. Юбки в школу, полоску, шорты, пиджачки. Что у нас тут на распродаже много чего, по 250 рублей. Такие майки. Полиэстер. Такое не очень. Тоже обычные майки. Ой, как лопок легенький. По 800 рублей. Ну, это, мне кажется, дороговато для таких майк, если честно. вот такая красота. Есть даже в белом цвете. Вот этот рикотаж а это по лопам, наверное. Ух ты! Какой карман. Красивый. Красивая кофта стоит 1400 рублей. Так, распродажа. Здесь очень много летнего. Летние майки, туфики, ротные. Вот такие штуки тоже по 250 рублей. Так, брючки сейчас по распродаже. Клёш. Есть по 700 рублей, между прочим. Клёшные такие под кожей штаны. Лосики тоже. Они, кстати, очень классные. Они рвутся. Разных брюк здесь много. По 700, по 800 рублей. И вот спартакей куча. Тоже по 800 рублей. Смотрите. Оп-оп. А я сегодня в Адидасе. На самом деле сейчас практически всё на распродаже. Видите, жёлтые ценники. Просто всё на распродаже. Так что девчонки можно забегать на летнюю коллекцию в Нью-Йорке. Мы зашли в Твоё и сейчас меряем вещи. Её клянуть, девочки, это самые конченые примерочные, которые только есть. Потому что нормально, нигде не посмотришься. Но там маленькое зеркальце. Это просто стульчики. Они такая малюсенькая. Саня не помещается. Так, мы зашли в Твоё. Купили Сане штаны и майку. Ну, такое базовое. Девочки, цены просто космос. Особенно Твоё никогда не будет стоить столько, сколько сейчас оно стоит. Это, ну, бред, конечно. Нифига себе, Кире Пластининой магазин ещё существует. Она ещё что-то делает? Прикольно. Я бы сюда зашла. Здрасте. Ну, такое всё. Девочковое. Красиво. Что за сарафанец? А, это юбка такая. У меня такое же платье было. И есть. Короткое. Ну, так вроде симпатично. Даже Венздей есть. Платье под Венздей. Что за юбки? Симпатичные. Чёрная юбочка. Тяжёлая, правда. Мы зашли в ОДЖИ. Скажу вам честно, это один из самых стильных магазинов ОДЖИ, которые я видела. Очень всё круто сделано. Так у нас опять пошли вот эти вот свитера в разных оттенках. Платья их. Слушайте, вот эти вот платья из полиэстера, они вообще классные. У меня было в разных расцветках. С удовольствием носила. Это прям, не знаю, визитная карточка такие платья. Они в них и не жарко, и не холодно. Так, что это у нас? Угу. Всё бежевое пришло к нам. Бежевое подплатье, пожалуйста, базовое платье. И ждачки. Три четверти. Вот такое прикольно, под велюр. Платье базовое. Чё почём вообще? Как думаете? Две тысячи всего? Ну вот адекватная цена. Водолазки, блузки, всё такое в пастельных тонах. Вот это я понимаю примерочную. Понимаете? Хочу померить вот же два сутрочка вот таких. Вот рот еще мне понравилось зеленый и малиновый. Ну симпатично, но мне кажется как-то что сильно разлитая такая. Как-то некомфортно. Шурик сказал, говорит, ничего что, но так висит. Мы решили перекусить, и я себе взяла тайскую лапшу. В основном не бургер и наверное ролл еще. Девчули зашли в Стокман. Тут стоит Тар коллекшн, почти вся коллекция. А вот не поверить, вот вроде стоят все эти тестеры, они все пустые. Стокман вообще должны быть стыдно, если честно. А, кстати, и ценник на Тар здесь. Вы видали? Мы заглянули в технопарк. Тут, конечно, много всего классного. Но я хотела вам показать их, эти фигурки медведей с разными принтами. Но я не могу не поделиться с вами ценой. Кто-нибудь хочет такую игрушку? Не, наверное, классные. Но это что-то невообразимо дорогое. Смотрите, что еще нашла. 300 косарей. Если вам некуда девать деньги, пожалуйста, купите себе такую штуку. Просто остановите землю, я сойду. Такой черный 315. Чтобы вы понимали, это просто фигурка. Ладно, мой муж нашел то, что он прям хочет, девочки. Домино. Такое перламутровое покрашенное, обычное домино. Соберлище горковское. Мы зашли в спортмастер, вообще много людей. Сейчас все покупают детям обувь, одежду спортивную. Короче, и ничего нет. По размерам уже ничего нет. Вот новое что-то привезли. Короче, девочки, мы ничего себе не купили. Девочки, какой здесь большой магазин Синсай. Просто огромный, аж туда идет. Не знаю, что тут есть, но что-то есть. Что-то новые коллекции тут, такие даже приличные, я бы даже сказала. О, джинсы не пошли. Так, смотрите, мы тут зашли в отдел как раз домашних Синсай. Тарелочки такие есть по 350 рублей, между прочим. Есть глубокие пиалки такие по 300 и черные тоже есть. Кружки вот такие классные есть розовые, бежевые, серые, смотрите, черные и желтые золото. Ну, красивые по 150 рублей, между прочим. Что у нас тут еще есть? Набор ложек вилок. А сколько они стоят наше? 1000 рублей. Мне кажется, сотрется, нет? Банки для чая. А это что такое? Это дощечка. Нарезать все. Стаканные. Ой, френч прессы. А вот какие крышки классные, смотрите. 500 рублей. Ну, вот есть подставки разные. А вот кружки такие есть еще зеленые. Всякие банки. Тут такая полка какая-то, наверное. Не знаю. Треугольники. Я тут не была. Так, это органайзер. Слушайте, ну, прикольный органайзер. трубы, ледики всякие, пуфики маленькие. Что это такое? Подушка. Налодочка. О, классные налодочки. На подушке. А, вот сразу подушки. Белые и розовые. О, коврики. Прикольно. Серые и черно-белые. Так, что у нас еще есть? Подносы, есть вазы, есть еще органайзеры. О, прикольно. Мне нравится. Ух, смотрите, прикроватный столик. Какой офигенный, маленький. Есть такой же белый. Представляете, корзины. У меня все, глаза разбежались, не могу. Свечки. А вот, какие классные эти подносики. Вот сколько он стоит? Ну, 900 рублей. Хотя, так, что есть? Рамки, вазы. Что тут еще из корзины. Вот еще есть. А тут так как потом воняет, не могу. Ой, как вкусно пахнет свечка. Что тут есть? Кашпо. Пледы разные есть. Полиэстерва такие расстеганные. О, хлебница. Смотрите, какие хлебницы классные. и не откроешь. Но она не маленькая большая хлебница. Тут тут еще есть кувшины разные. Салфетница есть, чтобы спрятать пачку. Мне мои пачки нравятся. Нормально. Тут тут еще есть пледики разные. Постельное белье, кстати, есть. А вот под свечки. Ух ты, для украшения смотрите, какие штуки есть. прикольно. А это что? Свечка. Ничего себе. Ничего себе. Смотрите, на три фитиля. Ух ты. Белые и черные. По 400 рублей. Ну, красиво. А вот есть такие свечки, смотрите. К хвостики. Розовые пахнут розой. А белые интересно. Уже сменой как будто пахнет. А что тут на них стоит? Это клеем. А вот еще такие корзинки. Девочки, есть шторы под бархат разных оценков. Хотите, вот даже есть сильные. Тут еще кружки оказывается есть. Смотрите. Разные. О, мне нравится. Если бы не золотые надписи, они в микроволновке начнут искрить. Я бы взяла с удовольствием. А вот есть серые кружечки, белые кружечки. А то тоже. Везде те окантовки. Есть контейнеры. Смотрите. Разные контейнеры с собой брать. Принадлежности. Ох, вот я зашла. У меня сад не все птиховался весь. Хотя может быть и нет. Для масла. Ящички. Так, для кофе. Смотрите, все есть. Ну красота же. Вот тоже наволочки. Очень много разных наволочек на подушке декоративной. Сейчас светильники есть. Слушайте, фильм какой неплохой. Вот. Если что-то нужно будет мне обязательно туда-сюда поеду. Так. Свечки-свечки. Даже вот, смотрите, унитазные все дела. Класс, да? мне нравится. А это что, мусорные ведра, кстати, почем? Мусорное ведро у них. Тысяча рублей. Ну прикольно. Такие корзины мне очень нравятся. Пуфик. И вот такой у меня в гилинжике, девочки. У меня чутка побольше, наверное. Или такой же. Класс.